Здравствуйте! В эфире программа «Дело номер». Несколько недель наша программа находилась в отпуске, поэтому нынешний выпуск мы посвятим криминальным событиям, произошедшим в регионе в течение марта. Убийца Ревневец приговорен в судном Кустанинской области. Трагедия случилась в ноябре прошлого года. 45-летний житель Житикары привиновал сожительницу и убил своего знакомого. На оглашение приговора побывала и наша съемочная группа. В ноябре прошлого года 45-летний житель Житикары выпивал вместе со своим знакомым и сожительницей, потом уснул. Когда проснулся, увидел гостя и сожительницу, лежащими на кровати. Подсудимый султан Газин Нуркутергенов избил знакомого и ударил его ножом. Тот скончался на месте происшествия. В материалах дела сказано, что подсудимый вытащил тело убитого на улицу и покинул место происшествия. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Отбывание наказания в виде лишения свободы в соответствии со статьей 46-й частью 5-й пункта 3-го уголовного кодекса Республики Казахстан назначить в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания Нуркутергенова исчисляет с зачетом времени содержания под стражей с 30 ноября 2016 года. Меру пресечения содержания под стражей оставить прежние следы... Кроме того, потерпевшая сторона подала иск. Суд удовлетворил его частично. Взыскать Нуркутергенова султан Газин Тулигеновича в пользу Ищанова Анарбека Искаковича материальный ущерб в размере 338 424 тенге и компенсацию причиненного морального вреда в размере миллион тенге. Стоит отмечить, что под судьбом было непонятно, почему ему, когда-то служившему во внутренних войсках, назначили строгий режим. Судья пояснила, что приговор вынесен в соответствии с действующим законодательством. Приговор в случае, если он не был обжалован, на днях должен вступить в законную силу. Бывшему полицейскому из-за халатности которого в суде Амангельдинского района мужчина зарезал свою супругу, грозит условный срок. Об этом на брифинге с журналистами сообщили сотрудники прокуратуры Куснаевской области. Эксполицейский полностью признал свою вину, а потом обратился к следователям с заявлением о заключении процессуального соглашения. Убийство в суде Амангельдинского района стало одним из самых резонансных дел за последнее время в Куснаевской области. Многих поразила не только жестокость, с которой было совершено преступление, но и выбранное для этого место – здание суда. Объект находится под постоянной государственной охраной, что само по себе исключает возможность совершения противоправных действий в его стенах. Учитывая, что Амангельдинский районный суд является объектом, подлежащим государственной охране силами управления специализированной службы охраны области, управления специальных прокуроров прокуратуры области, незаменительно в тот же день, по уж указанному факту, в отношении сотрудников полиции УССО области начато досудебное расследование. Следователи установили, что костной причиной преступления стала халатность одного из сотрудников охраны. Непосредственно в его обязанности входил досмотр всех посетителей здания суда. В интересах следствия его имя пока не разглашается. Известно, что в правоохранительных органах он работал больше 10 лет. До этого, согласно материалам личного дела, нареканий по службе не имел. Кроме этого, во время следствия, экс-полицейский обратился с заявлением о заключении с ним процессуального соглашения. Он полностью признал свою вину. Согласно действующему законодательству, при таких случаях наказание в отношении такого лица не может быть больше половины максимального срока. Мы сочли возможным в отношении него в вопросуальном соглашении оговорить наказание в виде двух лет лишения свободы с применением статьи 63 Уголовного кодекса Республики Астан. Наказание будет носить условный характер. Помимо этого, бывший страж порядка не сможет работать на государственной службе три года. Подозреваемая в убийстве врача-психиатра Рашиды Сандыбаева подала апелляцию на постановление суда о содержании ее под стражей. Напомним, убийство Рашиды Сандыбаевой было совершено утром 20 февраля в Кустанае, в квартире дома на улице Гоголя, где жила врач. Женщине было нанесено множество ножевых ранений, большинство из которых оказались несовместимы с жизнью. 5 марта суд номер 2 Кустаная выдал санкцию на содержание под стражей подозреваемой за урежь из Алдиной сроком на два месяца. Однако бывшая коллега Сандыбаева подала апелляцию. Ее в закрытом режиме без участия журналистов рассмотрел Кустанайский областной суд. Такое возможно согласно норме Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. В суде подозреваемая просила поместить ее под домашний арест и, как сообщили в пресс-службе областного суда, постановление первой инстанции в отношении с Алдиной о принятой мере пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменения. В связи с расследованием резонансного убийства в розыск объявлен 40-летний уроженец областного центра Руслан Гафаров. Приметы плотного телосложения, рост 175-180 см, волосы темные, короткие, может носить усы и бороду. При получении какой-либо информации о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефону 8 714 2 52 61 11 52 61 12 или 102. В полицейских Кустанайской области раскрыли кражу на 20 миллионов тенге. Почти два месяца оперативники выслеживали преступников. В итоге подозреваемых все же удалось задержать. Как оказалось, все четверо уже не в первый раз попадаются на кражах и были ранее судимы. Многомиллионную кражу удалось раскрыть полицейским Кустанайского района. Преступление было совершено еще в январе во время празднования Старого Нового года. Пока хозяев не было дома, злоумышленники вынесли из дома сейф, в котором находилось более 18 миллионов тенге, а также золотые украшения и часы. В тот же день в ходе подворного обхода с соседних домов были изъяты видеозаписи, где были запечатлены подозреваемые лица. Но задержать по горячим следам воров не удалось. Почти два месяца полицейские искали злоумышленников и нашли. Как оказалось, все четверо уже не в первый раз попадаются на кражах и были ранее судимы. Деньги, по словам полицейских, несмотря на столь крупную сумму, они тоже успели потратить. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий нами были установлены данные подозреваемые лица, которые в настоящее время арестованы, и в отношении них проводится следствие. Также данные подозреваемые лица в настоящее время отрабатывают за аналогические преступления. Еще одно преступление, о котором рассказали на брифинге в ДВД Кустанайской области, связано с угоном автомобиля. Его, можно сказать, раскрыли по горячим следам. 25-летний житель Затобольска не просто решил угнать машину, но еще и подзаработать. Он выехал с территории поселка и таксовал возле шашлычной. После чего данный автомобиль был нами остановлен. Правоустанавливающих документов у водителя на данную машину не оказалось. Он пояснил, что таксует. Далее мы доставили их в Арман, полицейский участок, где начали проверять. Он неоднократно был судим за данное преступление. Теперь автоугонщику грозит очередной срок. К слову, с начала года полицейскими было раскрыто 22 угона. Двое из участников преступной группы так называемых черных риэлторов, в том числе и ее организатор Кахармана Лебаев, получили пожизненные сроки заключения. В уголовном спецсуде Кустанайской области огласили приговоры восьми людям, обвиняемым в совершении мошенничеств с квартирами и даже в убийствах некоторых злодельцев жилья. Остальные участники организованной преступной группы также получили немалые сроки наказания. Дело группы черных риэлторов в уголовном спецсуде Кустанайской области рассматривали с осени 2016 года. Каждый из восьми членов ОПГ был предан суду сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это мошенничество в крупном размере, убийство, незаконное изъятие, похищение или уничтожение документов, торговлю людьми и другие. Руководителем преступной группировки являлся Кахарман Лебаев. В течение восьми лет ему поступала информация по имеющимся на территории города и области квартирам, владельцами которых являлись инвалиды и лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Нескольких из них Лебаев совместно с участниками группы Глушковым и Бояркиной убили. Потерпевшим по делу значились три десятка человек. Процесс проходил с участием присяжных заседателей. Судебная комиссия, изучив 66 томов дела, признала подсудимых виновными. Лебаев получил высшую меру наказания. Окончательно к отбытию наказания назначат путем поглощения менее строго наказания более строгим пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанное с оказанием юридических услуг, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В совершении убийства был признан виновным Сергей Глушков и срок заключения для него также был назначен пожизненным и его имущество также должно быть конфисковано. Единственная женщина в группе Асильба Яркина также, согласно лишению суда, причастна к гибели людей и совершению мошенничеств с квартирами. В колонию она отправится не на пожизненный, но все же на продолжительный срок. Путем частичного сложения наказания окончательно к отбытию назначат 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такой же срок получил и достанку Шикбаев. 10 лет заключения в колонии общего режима получил юрист Дмитрий Капустин. Бекеновую кофту назначено по 8 лет. Самый меньший срок 6 лет получил Эдуард Ишимбаев. Он был арестован в зале суда. Кроме того, потерпевшие подвиг членам ОПГ по 20 эпизодам иска компенсации материального вреда на общую сумму более 60 миллионов тенге. Адрес ДВД Кустанайской области о привлечении и установлении причастности Рамазанова, Абиева, Турушева на предмет проверки их причастности к установленным преступлениям, а также выявлено нарушение Уголовно-процессуального кодекса Республик Казахстан в ходе производства досудебного расследования. Второе постановление вынесено в адрес Нотариальной палаты и Управления юстиции в связи с незаконными действиями одного из частных нотариусов и привлечения его за это к ответственности. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо.